Своим актерским талантом он поразил королеву Елизавету II. Знаменитого актера, режиссера и театрального педагога Юрия Соломина его близкие знают как благородного рыцаря и однолюба. Что может кому-то показаться скучным, но это действительно так. Хотя поклонниц у этого красавца с аристократической внешностью всегда было более чем достаточно, но он оставался верен всегда своей жене Ольге. Его семейное счастье было длиною в 65 лет. В свои почти 90 Юрий Соломин продолжает вести активную творческую жизнь, является руководителем Московского малого театра и даже успел побывать, пусть и недолго, полтора года в должности министра культуры. И хотя сейчас он уже не снимается в кино, но широкой аудитории зрителя Юрий Соломин помнится по ролям в фильмах «Летучая мышь» и «Адъютант. Его превосходительство». Вообще же, фильмография актера невероятно богатая и насчитывает более 100 фильмов. Родился Юрий Соломин в Чите в 1935 году в творческой семье. Его родители Мефодий Викторович и Зинаида Ананьевна были музыкальными педагогами. У Юрия был младший брат Виталий, который также стал знаменитым актером. Сразу после войны его родители взяли опеку над девушкой 16 лет по имени Вера, которая жила с ними в семье некоторое время и работала в местном кукольном театре, а потом вышла замуж и уехала в Казахстан. Дома у Соломиных много времени уделялось музыке, но по стопам родителей никто из детей не пошел, а выбрали актерскую стезю. Юрий в детстве активно посещал всевозможные кружки в местном доме пионеров. Как-то он посмотрел документальный фильм под названием «Малый театр и его мастера». И эта документалка стала судьбоносной. Увиденное так поразило юного Юру, что тот решил стать актером. Правда, мама его в этом вопросе не поддерживала, а мечтала, чтобы ее сын стал врачом. Но вот отец полностью поддерживал творческое стремление сына и даже помог. Поехал вместе с ним в Москву на приемные экзамены. Добирались тогда они с отцом целых шесть дней. В дороге Юрий активно готовился целыми днями и ночами. Это был 1953 год. Но, приехав в столицу, с Соломинами случилось несчастье. Их обокрали на вокзале, оставив без документов и без копейки денег. На приемных экзаменах в Щепкинском театральном училище Юрий Соломин читал стихи Маяковского, отрывок из Василия Теркина и монолог Горького «Мещане». Такой патриотический настрой впечатлил приемную комиссию. Учился Соломин на курсе Веры Николаевны Пашенны. Ей Соломин рассказал о том, что у них с отцом приключилось несчастье. Украли деньги на вокзале и говорят, что Вера Николаевна прониклась этой историей и даже помогла обосноваться в столице первое время. Учился Юрий в Щепкинском театральном училище хорошо и настолько, что уже через четыре года после окончания его пригласили преподавать в нем же. И уже скоро был первый выпуск студентов, среди которых были знаменитые Людмила Полякова, Сергей Еремеев, Василий Бочкарев, а Соломин вел у них одну из дисциплин. Став дипломированным актером, Юрия Соломина пригласили в труппу Малого театра, которому он посвятил всю свою жизнь. И на сцене этого театра он сыграл более чем в 50 спектаклях, где появлялся в разноплановых образах. Впервые на сцену Малого театра он вышел еще на втором курсе театрального училища. А с 1988 года является бессменным художественным руководителем Малого театра и хранителем его наследия по сей день. Юрий Соломин вообще же отличается постоянством и в театре, и в личной жизни. Но об этом несколько позже. А вот кинематографическая биография Юрия Соломина началась в 1960 году и сразу с главной роли, когда он снялся в фильме с заглавным названием «Бессонная ночь». А через пять лет с участием Соломина сразу вышло три фильма. Но по-настоящему знаменитым Юрий Соломин стал в 1971 году, когда на экранах советских зрителей вышел фильм «Адъютант его превосходительства», который посмотрели далеко за пределами Союза. Лучшими ролями Юрия Мефодьевича считается Телегин «Вхождение по мукам», а в «Летучие мыши» он снялся вместе со своим младшим братом Виталием. И их тандем был великолепен. Но есть у актера и его личная любимая работа. Это фильмы под названием «И был вечер, и было утро», а также «Сильное духом». Свою музу Юрий встретил во время лекции в театральном. Однажды, опоздав, Ольга заскочила в аудиторию и быстро присела на первое попавшееся свободное место. И это место оказалось рядом с Юрием Соломиным. К концу занятия он уже понимал, что эта девушка – его судьба. Так начался их роман длиною почти в 70 лет. На четвертом курсе пара создала семью, и первые годы семейной жизни они ютились по полуподвальным комнаткам за ширмой. А когда получили первую свою комнату в коммунальной квартире на Арбате, то им она казалась настоящим дворцом. Жили довольно скромно, они не ставили материальное благо выше остального. Поэтому-то у них и не было конфликтов на бытовой почве из-за какой-то там необустроенности. Зато у них с Ольгой было много чего общего в профессиональной сфере. Ольга Николаевна – актриса, театральный педагог, литератор, профессор кафедры мастерства актера в Высшем театральном училище имени Щепкина. Но это все было потом. А сначала она была просто актрисой и была востребована в тюзе, где ее задействовали практически во всех спектаклях. Но потом она забеременела, и ей пришлось сделать выбор между карьерой и семьей. Она выбрала последнее. Так, у Юрия и Ольги родилась единственная дочь Дарья в 1965 году, в которой они души не чаяли. И Юрий разрывался между тремя работами, стараясь обеспечить семью. А Ольга стала писать эссе и рассказы. Стала посылать их в разные издания, и вскоре ее произведения стали печатать в различных журналах и газетах. В 1981 году вышел уже первый ее сборник. В том же году она пришла в родное Щепкинское училище и стала преподавать актерское мастерство. А через 15 лет стала художественным руководителем курса вместе со своим супругом. Поэтому-то у них с Юрием было так много общего. Хотя супруги часто спорили о методах преподавания. Но это были споры, а не ссоры. А вот их дочь Дарья пошла по стопам своих дедушки и бабушки. Она закончила консерваторию, стала пианисткой и сейчас преподает, как когда-то родители Юрия Соломина. Проживает в Лондоне, и ее дочь Саша, так же, как и мама, стала пианисткой и играет в оркестре малого театра. Гены все-таки взяли свое. Юрий Соломин является собой пример образцового семьянина, который через всю жизнь пронес любовь к единственной женщине – своей супруге. Они удивительным образом совпали во всем. Это большая редкость на самом деле. Причем Соломин отказывался от некоторых ролей, так как говорил режиссерам, что не сможет сыграть страсть и любовь к другой женщине, потому как его сердце отдано только одной. А Ольга Николаевна поддерживала его во всем, так как знала, что для мужа главная работа и театр. Они находятся для него на первом месте. Поддерживала она Юрия Мефодьевича и когда он возглавил пост Министерства культуры. Это был 1991 год. Сначала он отказался, так как свой родной театр он предать не мог, но его заверили, что он может стать министром и не уходить из театра. Так полтора года Юрий Соломин до 18 часов был министром, а после 18 актером. Но потом все-таки ему пришлось оставить министерскую должность, так как министерства должны были объединить с другим ведомством. В 2019 году ушла из жизни жена Юрия Соломина Ольга Николаевна. Он очень тяжело перенес утрату любимой супруги. Но его всегда поддерживает дочь Дарья и внучка Саша, у которой двое прекрасных сыновей Юрий и Федор, правнуки Юрия Мефодьевича. Они все вместе часто бывают на даче, куда раньше Юрий с Ольгой привозили животных, которых подбирали на улице. Чете Соломиных всегда царила доброта, сострадания, и они по возможности старались помочь тем, кто нуждается. Юрий Мефодьевич является, наверное, большим исключением среди театральной среды. Ведь та масса поклонниц, а они непременно были, особенно после выхода культовых фильмов, никак не повлияли на верность к своей супруге. Они жили скромно и дружно, нежно заботились друг о друге. А мы же пожелаем творческого вдохновения талантливому актеру, педагогу и несменному руководителю малого театра Юрию Соломину оставаться таким же благородным рыцарем, а также здоровья на долгие лета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok